Кто не мечтает сорвать куш в лотерею? По всей видимости, в общем-то, есть и такие, оказывается. Житель столицы в вызывающей форме отказался от квартиры, ведь её он выиграл в акции от крупнейшей серии аптек Москвы. На менеджеров, которые ему сообщили радостную новость, мужчина накричал и даже назвал их мошенниками. В итоге сертификат на главный приз достался той, что поверила в это чудо. В условиям акции нужно было сделать покупку в аптеке сети Горздрав на сумму от 1000 рублей, зарегистрировать свой чек на сайте акции и ждать розыгрыша. Как говорят американцы, когда Господь вам звонит, подходите к трубке. Система случайно выбрала победителя, им оказался мужчина. С ним связались мои коллеги. И вместо радости на том конце провода мы услышали известные всем русским людям выражения. Нас назвали аферистами. И мы были вынуждены эту акцию заново-заново всё переиграть. Нет? До свидания. Квартиру мы вручили второму победителю, который нам поверил. Поздравляем вас. И позвольте вручить сертификат. Вау! Я еле-еле на сцену забралась. Эта квартира очень нужна моим детям. Моей дочери и её семье. Они в очень стеснённой обстановке живут. Мы живём в съёмной квартире с мужем и с детьми в однушке. Поэтому мы очень рады, что мама выиграла квартиру. И то, что, скорее всего, она... Подарим? Да, достанется нам. Вообще, я очень рада, что этот мужчина, которому позвонили до меня, не поверил. Ты знаешь, что был такой случай, читала буквально недавно в интернете, то, что 70-летний немец, по-моему, мужчина, отказался от выигрыша в 3 миллиона долларов. Представляешь? Чударок человек. Просто из-за того, что деньги тратить было не на кого, он отказался от этого выигрыша. Аклеонер Месси в 2015 году отказался от приза лучшего игрока Кубка Америки после финального матча. В финале его сборная проиграла по пенальти чилийцам. Сам Месси свой 11-метровый удар забил, но не сдержал горечи от поражения очередного. И, несмотря на уговоры организаторов, которые длились в течение 10 минут, не вышел на вручение награды лучшему игроку турнира.